Давайте обсудим, как реагируют на поставку вооружения наши западные партнеры, как реагирует Кремль. И, собственно, дипломат нам в этом поможет Андрей Веселовский. Здравствуйте, Андрей. Рады вас видеть. Также отметим, что вы постоянный представитель Украины при Европейском Союзе с 2008 по 2010 годы. Это тоже важно в контексте обсуждаемых тем. Андрей, прошу вас посмотреть очень короткую реакцию соприседателя Совбеза Российской Федерации Медведева, как он отреагировал как раз на вот эту возможную передачу Украине американского вооружения. И после этого комментируем. 10 секунд буквально. Давайте посмотрим. Коллеги. К этому можно по-разному относиться. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. На одежду только на Господа Бога, на Всевышнего. Принятие решения, которое находится не в Киеве. Скажите, вот Европа продолжает бояться Кремль или нет? Как вы считаете? Первое. Многие комментаторы, да и политики, говорят о том, что место Жириновского в российской политической жизни занял господин Медведев. Я с ним и согласен. Должен же быть какой-то очень, скажем так, активный и безудержный комментатор. Вот именно в этой роли выступает сейчас высокопоставленный Медведев. Это первое. Второе. Бояться ли? Бояться, естественно, это нормальная реакция человеческая, нормальная реакция государственная. Эти люди, которые руководят сейчас западными странами, они есть часть своих наций, они любят свои нации, они хотят, чтобы их нации развивались и крепле. И поэтому все вот эти упражнения, то ли в Ивановской области, то ли где-нибудь там далеко на востоке, они ведь не проходят бесследно и ни для общественного мнения, ни для политикума. Естественно, они этого опасаются. Верят ли они в то, что это может произойти? Большинство специалистов военных, я к ним не отношусь, считают, что вряд ли пойдет российская верхушка на использование ядерного оружия против Запада. Может быть, что-нибудь, какую-то провокацию мелкую или среднюю устроят в Украине. Это они допускают. Отсюда вывод. Нету никаких ограничений для сегодняшней Российской Федерации и для Кремля. Это клика, это шайка, иначе не назовешь, готова на любые действия для того, чтобы достичь своих целей. Но есть одно маленькое позитивное, положительное но. Эти цели можно сконструировать в телевизоре. И поэтому можно объявить о победе в Украине, например, не достигнув ее в реальности. Это будет сделано с помощью средств массовой информации. Вот это нас и должно, скажем так, держать в оптимизме. Андрей, позвольте немножко сместить тему Западный фронт, фронт поддержки Украины. Скажите, насколько он на самом деле един? Мы знаем, что, возможно, Франция и Германия имеют несколько отличную от других стран позицию по поводу поставки тяжелого вооружения Украине. Правда ли, что эти страны могут нам помогать, но на самом деле могут не хотеть настоящей победы Украины над Россией? Тут важный вопрос, что мы называем настоящей победой Украины над Россией. Ну, например, мы возвращаем себе Донбасс полностью, и мы возвращаем себе Крым полностью. Для нас это победа. И мы таким, если нам это удастся, то, очевидно, Россия будет настолько слаба, что вынуждена будет пойти на какие-то серьезные мирные переговоры, в которых будет участвовать и Запад тоже, и таким образом это ограничит ее возможности. Реалистично ли думать об этом в ближайшие месяцы, пожалуй, нет, надо это отодвигать на дальшую перспективу. И вот что в этой ситуации делать той же Франции и той же Германии? Что они могут сделать? Во-первых, не будем забывать о том, что сейчас у власти находится социал-демократический канцлер в Германии, и в основном социал-демократическая команда руководит страной. Это люди, воспитанные на принципах пацифизма и на принципах минимальной обороноспособности. Эти люди, которые выросли на мысли, что ужасный Советский Союз разрушен, а российская новая государственность будет постепенно демократизироваться, в частности, благодаря тому, что немцы будут у них покупать газ и нефть и продавать им Вольксвагены. И вот это мышление, как там Горбачев говорил, его очень трудно выбить. Его невозможно выбить за дни или даже, может быть, месяцы, потому что в западных странах, в отличие, кстати, от нас, политическая привязанность или политическое единство с какой-то политической силой является реальным чувством. Тот, кто записался в социал-демократическую партию, он реально верит в те идеи, которые изложены в ее манифесте. У нас политик может ходить из одной партии в другую, потом в третью, избираться в Верховную Раду от всех трех предыдущих вариантов или пяти, и потом быть респектабельным политиком в Германии, это невозможно. Андрей, пожалуйста, если короче, то чего хочет власть Франции и Германии от Украины и России? Как должна развязаться вся эта ситуация, по их мнению? Они немножко по-разному хотят. Франция хочет получить право быть арбитром между Россией и Украиной и таким образом укрепить свое главенствующее, как они считают, политическое место в Европе. Германия хочет в любом раскладе остаться в российской экономике, быть крупным поставщиком оборудования и машин и так далее, и занять главенствующее место среди стран Запада, которые ведут торговлю с Российской Федерацией. Обе они боятся развала Российской Федерации, потому что за этим развалом может быть наступление Китая. Они не хотят, чтобы между Китаем и Европой была пустота. Андрей Иванович, интересный момент. Вот Владимир Зеленский недавно сказал, что слишком долго принимается все-таки вопрос санкций. Уже откровенно с этим выступил. И шестой пакет потерял свой эффект, который изначально планировался, именно из-за сроков принятия и имплементации. Напомню, что там три страны просят временно острочить себе введение эмбарго на российские энергоносители, точнее ресурсы. И вот если говорить о дальшей оппозиции президента, то Зеленский предсказывает протесты в Европе, которые могут помочь разблокировать в том числе украинские порты. Вы как дипломат, как видите, в Европе градус интереса к теме Украины снижается? Есть такая опасность или нет? Или мы можем подогревать как-то это общественное мнение, которое дальше будет давить на политиков? Он снижается, но в величинах микроскопических. Скажем, было 65%, будет 63% из тех, кто серьезно интересуется событиями в Украине. И они каждое утро начинают свой телевизор или FM слушать сообщения об Украине. Поддержка общественным мнением в Западной Европе украинского вопроса, я уже не говорю в Центральной Европе, здесь как у поляков, у балтийцев, она очень высокая и она беспрецедентно высокая. Это первое. Второе. Подогреть. Вы знаете, сейчас оно автоматически подогревается приближением двух очень важных событий. Это саммит Европейского Союза и саммит НАТО. И в этом плане видна активность и политическая, и она выплескивается, естественно, в эфир. И украинские представители начали ездить, наконец-то, это надо было делать раньше, в ведущие столицы западные и разговаривать там с местным политикам, он объясняет. По телевизору это хорошо, но этого мало. И санкции, о которых вы говорите, вот тот же шестой пакет. Понимаете, здесь отлично продемонстрирована гибкость Европейского Союза, но не хочет Орбан и не будет Орбан сдавать свои позиции. Ну, извините, бог с ним. Мы отступим, дадим Орбану его 2 миллиона тонн нефти. Оно все равно не имеет никакого значения, по сути, в вопросе об эмбарго. Потому что основные покупатели это совсем не Орбан, который потом перепродает продукты другим странам. И это совсем не Словакия. То есть достигнуто главное, сделан еще один шаг к удушению российской экономики. Поэтому говорить о том, что вот и не будет седьмого, будет седьмой. Будет и седьмой пакет санкций. Соберутся немножко с духом, подумают, чем заниматься. И, очевидно, будут перекрывать доставку товаров в Российскую Федерацию. Это очень важно. Это перекроет возможность для экономики Российской Федерации получать комплектующие. Это перекроет возможности для граждан видеть, что что-то оттуда достается, что-то вкусное, кроме Рокфора. И, в общем-то, это должно изменить и социальное настроение в Российской Федерации. Как говорится, надо начать, там и венгры подтянутся, и все остальные страны. Что там Чехия, да, и Словакия, если я не ошибаюсь, тоже. Нет, Чехи что-то выторговали, но, вы знаете, иногда это действительно важно. И это надо понимать. Одно дело оппозиции, одно дело действительно безвыходная ситуация. И у Болгар, да, там тоже история такая, что они на 100% зависимы. Это микроскопические, по сравнению с той же Германией, по сравнению с другими, с Голландией, это микроскопические суммы, они ничего не меняют по сути. По сути, Европейский Союз сказал, мы сделаем шестой пакет, он его сделал. Ну, Кирилл выпал, ну хорошо, но это тоже положительное явление. Вдруг все начали задавать себе вопрос в Европе, а что такое Кирилл? Почему из-за него такой шум? Значит, появляется возможность для серьезных аналитиков выдать все те казусы Кирилла, все те недостатки Кирилла, все те призывы к войне Кирилла, сейчас выдать их в общественное мнение. И сейчас они все узнают, что такое Кирилл. И сейчас уже суть будет не в том, что эмбарго на Кирилла объявил Европейский Союз, а в том, что европейские граждане узнают, что Российская Православная Церковь есть идеологически религиозным отделом ведомства Путина. И отношения будут соответственные. Так что это тоже неплохо. Надо находить больные места у врага там, где он этого не ожидает. Так и будем делать. Огромное спасибо Андрее Веселовске, дипломат и постоянный представитель Украины в Европейском Союзе до 2008 по 2010 годы. Спасибо, Андрей Иванович. Рады будем вас.